Атава Ихсан представляет Ему немедленно ответили «Те, кого ты знаешь, мы ищем здесь пропавшего верблюда!» Царь возразил «О, незнакомцы! Как верблюд мог оказаться на крыше?» Люди ответили «Так же, как ты надеешься найти Аллаха, продолжая жить и одеваться по-царски» Страх перед Всевышним сразу охватил царя Несколько дней спустя к Ибрагиму пришел другой Божий посланник Когда он сидел в приемном зале своего дворца Его величественное поведение поразило всех присутствующих в зале И никто не осмелился спросить у него, как он оказался здесь и как его зовут Он проследовал прямо к царскому трону и начал смотреть по сторонам Ибрагим спросил его «Что он ищет?» Он ответил «Я ищу приличное место в этом караван-сарае, где можно было бы остановиться» Ибрагим воскликнул «Но это не караван-сарай, это мой дворец» «Кому он принадлежал раньше?» Спросил незнакомец «Моему отцу», ответил Ибрагим «А до него», продолжал допытываться незнакомец «Моему деду», ответил султан «Как еще можно назвать место, в котором хозяева живут непродолжительное время, а потом уходят и их сменяют новые люди», заметил незнакомец «И исчез?» Султан молился Аллаху, чтобы он сказал ему, кто был этот человек Он узнал, что это был Хизр И его охватил благоговейный трепет перед Всевышним Вскоре после этого случая султан со своей свитой поехал на охоту Когда охотники начали преследовать оленя, превосходный скакун султана обогнал других лошадей И вскоре его всадник обнаружил, что оказался в чаще один Вдруг он услышал божественный глаз «Ибрагим! Пробудись, прежде чем умереть!» Эти слова звучали снова и снова Потрясенный султан лишился чувств Когда он пришел в себя, то увидел, что рядом с ним стоит олень Султан схватил лук, натянул тетиву, но не успел выпустить стрелу Так как олень повернулся к нему и сказал человеческим голосом «Я пришел поохотиться на тебя, а не для того, чтобы стать твоей добычей Ты не можешь убить меня? Ты когда-нибудь задумывался о том, что Всевышний сотворил тебя совсем не для того, чтобы ты погряз в праздности? Неужели ты не можешь найти себе более достойного занятия?» Эти слова услышали и подъехавшие спутники султана Ибрагима охватил страх перед карающим огнем Всевышнего Потом в его душе проснулись и другие чувства Таким образом, Ибрагим пробудился для истинной веры Он покаялся, заплакал, и слезы пролились на его царскую одежду Он понял, что растрачивал свою жизнь впустую Султан покинул своих приближенных и уединился в дремучем лесу Там он сменил богатые одежды на наряд пастуха из оленей шкуры Ибрагим выбросил дорогую, но нечистую одежду земного правителя И надел царственной, божественной чистоты наряд бедняка Ибрагим направился вглубь леса, ступая босыми ногами по камням и колючкам По дороге он не переставал лить слезы, каясь в своих прегрешениях Наконец, его взору открылась пещера, в которой можно было уединиться для молитв Он поселился в этой одинокой обители на долгие девять лет Только по пятницам Ибрагим выходил из своего укрытия, чтобы собрать хворост и продать на базаре Вырученные деньги он тратил на самые необходимые для себя и живущих поблизости деревиши Вскоре рассказы о набожности Ибрагима стали передаваться из уст в уста И чтобы не почивать на лаврах, он покинул свою лесную обитель и отправился в Мекку Однажды Ибрагима спросили «Что заставило тебя отказаться от царства?» Он ответил «Однажды я сидел на кушетке, а передо мной висело зеркало Я всмотрелся в него и чудесным образом увидел в нем свое последнее пристанище, могилу Я отправляюсь в последний путь один, без друзей К тому же я не накопил достаточного багажа хороших дел, чтобы взять с собой в мир иной И когда я предстану перед справедливым судьей в судный день, мне нечем будет оправдаться перед ним за мои прегрешения С этого момента груз власти тяжелым бременем стал лежать на моих плечах «Но зачем же ты покинул Хорасан?» Спросили они Он ответил «Потому, что люди знали меня И они постоянно отвлекали бы меня от молитв, осведомляясь о моем здоровье» Однажды ссорились два деревиша Ибрагим сказал «Вы ничего не заплатили за то, чтобы жить в бедности Так как вы получили это право бесплатно, вы не цените его» Один деревиш язвительно сказал в ответ «А ты заплатил высокую цену за то, чтобы стать деревишем» Ибрагим спокойно посмотрел на него и заметил «Да, в обмен я отдал царство Балха» Но все равно я считаю, что заплатил за право называться деревишем Слишком малую цену По сравнению с царством Это гораздо более ценная вещь, брат Однажды какой-то человек предложил Ибрагиму тысячу динаров Он не принял их, сказав «Я не принимаю подарков от нищих» Человек возразил ему, сказав «Что он богатый человек, а вовсе не нищий» Ибрагим спросил его «Ты хочешь стать еще богаче? Или тебя устраивает то, что ты имеешь сейчас?» Человек ответил «Конечно, я хочу большего» «Тогда ты беднее, чем я» «Так как я доволен своей бедностью» «И мне ничего не нужно» «Три завесы скрывают от нас Аллаха» «Когда они устранены, мы встречаемся с ним» «Вот эти завесы» «Первое, не испытывать счастья, даже если богатства обоих миров будут положены у твоих ног» «Второе, ни о чем не жалеть, даже если лишишься царства» «И третье, никогда не гордиться, даже если тебя превозносят до небес» «Если ты стремишься в компанию истинных святых, аулия, и стать одним из них, то не заботься ни об этом мире, ни об ином И очисти свое сердце от всего, кроме Аллаха Сконцентрируй свое внимание исключительно на Аллахе И живи на то, что заработал честно Проводи ночи в бдениях и часто постись Пища, которую ты получил неправедным путем, лишает тебя духовного опыта Так как в такой пище сидит дьявол Такие советы давал Ибрагим, идущим по духовному пути Ибрагим часто говорил, знание без веры ничего не стоит Некто спросил Ибрагима «Почему ты не спишь ночью?» Он ответил «Как могут мои глаза закрыться, когда из них постоянно текут слезы?» Когда Ибрагим заканчивал свой намаз молитвой поклоном, он закрывал лицо ладонями из страха, что Аллах, недовольный его молитвами, не примет их и бросит ему в лицо Наемный работник, не найдя за целый день никакой работы, возвращался домой мрачный и с пустыми руками, думая о том, что его дети лягут спать голодными По дороге он встретил Ибрагима и сказал ему «Господин, ты счастлив, а я так несчастен» Ибрагим ответил «Давай поменяемся, ты дашь мне свою боль, а я с радостью расстанусь с моим счастьем» Таким образом, святой открыл бедняку, какое высокое значение имеют душевные страдания в глазах Аллаха Некто спросил Ибрагима, чем он занимается в жизни Он ответил «Я оставил людям все мирские занятия Пока я живу на земле, я буду всегда помнить о нем И мои мысли будут постоянно заняты им И так будет продолжаться, пока не закончится мой земной путь Умирая, я надеюсь лицезреть Аллаха Кроме того, говорю я, что те, кто служит Всевышнему Не могут заниматься ничем другим Один человек спросил Ибрагима «Испытывал ли ты счастливые моменты в жизни?» Ибрагим ответил Моя жизнь деревиша два раза озарялась счастьем Однажды я сидел в лодке Мои волосы были взъерошены Одежда висела лохмотьями Неожиданно ко мне подошел какой-то шутник И из чистого озорства Начал насмехаться надо мной Нанося удары по моему телу Я был счастлив в этот момент Потому что мое эго было унижено В другой раз я от усталости заснул прямо в мечети Какие-то люди разгневались на меня за это Схватили за ноги и сбросили вниз с лестницы Падая я разбил голову о ступеньки И переломал ноги Но каждый раз Ударяясь о ступеньки Я чувствовал как становлюсь Все совершеннее духовно Когда я упал на пол Я пожалел Что ступеньки кончились Так как хотел Чтобы мой духовный опыт Стал еще богаче Ибрагим рассказывал Однажды один шутник Решил справить нужду прямо на меня Я сказал своему эго Ты не заслуживаешь ничего другого Когда в моих лохмотьях завелась вошь И начала донимать меня Я приказал своему эго Чтобы оно не сожалело О царских одеждах Которые я носил когда-то Один человек спросил Ибрагима Где ты достаешь себе пищу? Он ответил Спроси у того Кто посылает мне пищу? Откуда он достает ее? Задай свой вопрос Аллаху У меня нет времени Чтобы заниматься такой ерундой Ибрагим рассказывал Однажды я купил раба И спросил Как его зовут? Он ответил Так как тебе захочется называть меня Я спросил его Что он хотел бы съесть? Он ответил То что ты захочешь мне дать Я спросил Какую одежду Он бы надел Ту Которую ты дашь мне? Тогда я и поинтересовался Какую работу он предпочитает Он предпочитает делать Ту Которую ты попросишь меня выполнять Я спросил его Чего ты хочешь? Я всего лишь раб Как я могу чего-то хотеть? Я подумал про себя Если бы я мог стать рабом Аллаха И подчиняться его воле Как этот раб Ибрагим убеждал Пока человек не отречется От людей и своих детей И не станет Как бездомный пес Спать на земле Он не будет Достоин общества святых Однажды несколько святых Собрались вместе Чтобы поговорить На духовные темы Ибрагим присоединился к ним Они тут же попросили его Покинуть их общество Так как по его одеянию Они ощутили его царский сан Ибрагим говорил Откажитесь от мира И подружитесь с Аллахом Вот мой совет Развяжите узел богатства И затяните узлом то, что развязано То есть язык Храните молчание И не скупитесь на милостыню Ибрагим сказал Пока вы не обменяете сон на бдение Богатство на бедность Славу на скромность Праздность на труд Вы не будете достойны Находиться рядом со святыми Ибрагим говорил Что следуя шести правилам Можно стать святым А именно Первое Когда вы совершаете грех Против Аллаха Не вкушайте его пищи Второе Когда вы собираетесь совершить грех Вы должны покинуть его царство Третье Совершайте грех там Где Аллах не может видеть вас Четвертое В смертный час Попросите еще несколько мгновений жизни У ангела смерти Чтобы покаяться в грехах Пятое Не позволяйте ангелам Мункеру и Накиру Которые допрашивают мертвых Сразу после погребения Приближаться к вам И задавать вопросы О совершенных деяниях И шестое Когда вас пошлют в ад Откажитесь идти туда Если вы не можете Исполнять эти правила Тогда Поклянитесь Никогда не грешите На вопрос Почему наши молитвы Не услышаны Ибрагим назвал в ответ Несколько причин Вы признаете Аллаха Однако не следуете Его заповедям И не подчиняетесь Его приказам Вы изучаете писание Но не делаете того О чем вас просят Вы наслаждаетесь Дарами Всевышнего Аллаха Но не благодарите Его за них Вы не действуете так Чтобы избежать Ада И войти в рай Вы знаете Что дьявол Ваш враг Но вы не относитесь К нему Как к врагу Вы знаете Что смерть Может забрать вас Но не готовитесь К ней Вы предаете Ваших умерших Родителей Земле Но не извлекаете Для себя урока И воображаете Что бессмертны Вы знаете Что у вас Много недостатков Однако пытаетесь Найти их У других Во время Паломничества Каабе Ибрагим Был вынужден Целый день Ничего не есть Перед ним Возник дьявол И сказал Неужели Наградой Тебе За отказ От царства И служение Богу Стало то Что даже Во время Святого Паломничества Ты вынужден Обходиться Без еды Ибрагим Змолился Аллаху Как ты мог Послать врага Своему другу Глаз Божий Ответил Выборось И серебряные Монеты Из своего Кармана Он Выкинул Деньги Случайно Оказавшиеся В его Кармане В тот же Миг Дьявол Исчез А Ибрагим Снова Получил Божественную Силу Ибрагим Рассказывал Как-то раз Во сне Я Увидел Архангела Гавриил В руках У него Была книга Я спросил Его О чем Она Он ответил Что Записывает В нее Имена Друзей Аллаха Я спросил А Ты не Запишешь И мое Имя Он заметил Ибрагим Ты не Его Друг Я ответил Правда Но по крайней мере Я Друг Его Друзей Гавриил Немного Помолчал А затем Произнес Я Получил Наказ Аллаха Записать Твое Имя Первым В списке Потому Что на Духовном Пути Надежда Рождается Из Безнадежности Однажды По дороге Шел Пьяный Человек Его Лицо Было Покрыто Толстым Слоем Пыли Ибрагим Принялся Вытирать Ему Рот От Пыли Говоря При этом Уста Которые Произносят Имя Всевышнего Всегда Должны Быть Чистыми Протрезвев Человек Испытал Стыд За свое Поведение Раскаялся И бросил Пить Ночью Ибрагим Увидел Во сне Ангелов Которые Пришли Сообщить Ему Следующий За то Что Он Вытер Рот Пьяницы Всевышний Очистил Его Сердце От Всех Греховных Помыслов В ответ На Сделанное Для Него Добро Один Человек Спросил Ибрагима Что Он Получил Взамен Оставленного Царства Балха Ибрагим В это Время Сидел У берега Реки Он Бросил В воду Иголку И велел Рыбам Достать Ее Тысячи Рыб Вынырнули Из воды Они держали Золотые Иголки Но Ибрагим Сказал Что Ему Нужна Его Собственная Иголка Тогда Маленькая Рыбка Принесла Ему Эту Иголку Ибрагим Сказал Человеку Вот Самая Малая Милость Дарованная Мне За Отказ От Царства Не забудьте подписаться на канал А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик Редактор субтитров А.Семкин